Меня зовут Астафичукина Михайловна, я врач-стоматолог. Я хотела бы выразить огромные слова благодарности Анатолию Михайловичу Кашпировскому, потому что случай, который со мной произошел, он был просто поворотным в моей жизни. Я тогда училась в мединституте в городе Ивано-Франковск. Я была студенткой третьего курса, и со мной случилась такая неприятность. У меня на глазу возник ячмень, который превратился в халязиум. Это никак не разрешалось, кроме как операции. Была одна операция. Месяц проходит рецидив, вторая операция. Месяц проходит рецидив, третья операция. И так было пять раз. Пять раз делали мне операцию на правом глазу, после чего я обратилась к профессору к завкафедрой. Он и был моим преподавателем. Мы как раз тогда учили глазные болезни. Это был третий курс. И мы идем еще на одну операцию. Он берет часть ткани, сдает на биопсию и ставит диагноз – рак правого глаза. Он говорит, что нужно вызвать родителей, нужно объяснить родителям ситуацию. Мы идем еще раз на одну операцию. Профессор меня уверил, что они будут стараться сохранить глаз, но в худшем случае все-таки глаза я лишусь. Будет потом протез. Естественно, на этом останавливается. Я не смогу быть уже студенткой. Мне придется уйти с медицины. По крайней мере, со стоматологией. Мое состояние можно было себе представить, потому что я просто не знала, как дальше жить. У меня просто перехватило дыхание. Не хотелось ни жить, ни дышать. В этот момент был такой врач на кафедре, Игорь Иванович. Он меня отозвал. Он увидел. Я просто рыдала с карточкой в руках. Я не знала, как мне звонить родителям, как их готовить, как это вообще озвучить, как я могу остаться без глаза. Он меня отозвал. Он попросил прийти. Вечером он как раз ургентный врач. Он дежурит в отделении. И он со мной поговорит. Когда я пришла, он меня успокоил. Он говорит, что он был распределен в Сибирь. И он там работал врачом на три округа. То есть у него был богатейший опыт работы. Восемь лет он был и хирургом, и стоматологом, и гинекологом. И он и проды принимал. И он меня успокоил в том, что он уже за восемь лет, у него богатейший опыт. И он просил меня успокоиться. И говорит, Инна, я не знаю, как ты к этому отнесешься, но вот сейчас начинается ряд передач, уже одна прошла, Анатолия Михайловича Кашпировского. Говорит, я тебя очень прошу. Я жила в общежитии. Закройся в общежитии. Никому ничего не объясняй. Я тебе потом справку дам, почему ты не была на парах. А ты делай все по инструкции. Говорит он в передаче, вот ты бери все это и делай. Я говорю, Игорь Иванович, ну как это может быть? Мы же с вами в медике, мы понимаем. Он говорит, Инна, ты еще многого не понимаешь? Ты просто бери и делай. И все. И ничего не говори, просто иди и делай. Я говорю, как, у меня вот назначен день операции. Он говорит, ты не придешь в этот день. Ты придешь позже. И все, иди и делай. Мы жили с моей подругой. Я попросила Алену, у нее как раз тетя жила. Ивана Франковская. Я говорю, Ален, пожалуйста, ты можешь в этот момент, вот просто, я хочу побыть одна. И я закрылась в комнате. И все эти передачи, я была дома, я никуда не выходила. Я все делала по инструкции так, как говорил Анатолий Михайлович. Значит, на тот момент глаз был, ну понятно, была опухоль, был отекший. Я уже на следующий день, я увидела, что, по-моему, отек спал. Думаю, нет, наверное, мне показалось. Через пять дней я пришла к Игорю Ивановичу, и он сказал, что, Ин, все, тебе операция просто не нужна. Я еще побыла дома пять дней. Через десять дней я подошла к профессору Шкрамыде. Он был просто поражен. Он остановил пару. Он пошел в ординаторскую. Он пригласил своих коллег. Он показал, он вывернул века, он показал глаз. Опухоль просто прошла. Через месяц мы повторили биопсию. Атипичных клеток не было. И профессор Шкрамыде, он сам был поражен, он был удивлен. Он сказал, что это уникальный случай. Я сам бы не поверил, если бы я не была профессором. Но тебе действительно операция не нужна. И все. У меня больше никогда в жизни не возникало ячменя, халязиона. То есть у меня это прошло. Я хожу с глазом. Мне не удалили глаз. Я состоялась как стоматолог. Я счастлива, но, конечно, я не знаю, я не могу найти как бы этому действительно объяснение. Но это именно так и случилось. Это уникальный случай. И я безмерно благодарна Анатолию Михайловичу Кашпировскому, потому что он спас мне жизнь. Анатолий Михайлович, посылаю вам слова благодарности. Я не знаю, как вас можно отблагодарить, какими словами. Потому что вы просто спасли мою жизнь. Мое будущее. Я получила шанс заново родиться. Спасибо вам огромное. Дай бог вам крепкого здоровья. Спасибо огромное. Спасибо.